Жизненный бег! Жизненный бег! Поэтому мы начали на прошлой неделе тему жизненный бег. Мы говорили о том, что жизнь, в которой мы живем, спасибо большое, Андрей, это бег, это марафон, это длинная дистанция, вся жизнь твоя. Между прочим, если относиться к своей жизни как к марафону, много чего получится правильно. Если только правильно относиться к своей жизни. Если взять в это положение, что я бегаю длинную дистанцию. Это очень важно. Я когда-то бегал марафон, но длинную дистанцию для нас, мы начинали с 400 метров, тоже длинная дистанция, но только одним дыханием надо бежать. Тяжелая, но как раз вот с этого мы учились. Когда мы делаем 400 метров, надо было рвануть сразу. Не так, как будто 100 метров, но все равно скорость. И пытаться сохранить энергию определенную, чтобы последние 100 метров как-то на максимум как можно больше бегать. Так, следующее было 800 метров. Вот. У меня как-то получалось 800 метров. Там я и обнаружил, что я могу бегать. Потому что там не надо врываться быстро. Надо определенный темп взять, который ты знаешь, что с таким темпом будет такое время. Не важно, кто как бежит сначала. Но время лучше известно. В школе было, что это такое время. Поэтому с таким темпом я войду в это время. А эти, которые летают, либо они суперчемпион, все равно их не смогут победить. Или же не добегут. Потому что известно. Поэтому взять этот темп и заканчивать с этим темпом. И хорошо. Полтора тысяч метров. После 800 было следующее. И вот я вошел в него. Оно немножко сложнее. Но как раз это начинается уже ощущение марафона на полтора тысяч метров. И вот. А там нужно уже не только темп хранить и уметь дышать, а надо уже было чуть-чуть переносить. Когда начинается болеть здесь. Вот. Если вы помните. Иногда боку тоже начинает болеть. И вот это надо было переносить. Вот. Когда я это прошел, я согласился на пять тысяч метров. Вот. А там чуть-чуть сложнее. Потому что я обнаружил, что все ребята, которые там бегали, они все худенькие. А я не был худеньким. И я подозревал, что они легко меня смогут победить. Когда мы закончили пятьсот пять тысяч километров, пять тысяч метров, я подумал, я больше не хочу бежать ничего. Вот. Однажды случайно, поскольку уже пять тысяч метров, я уже много раз делал, однажды случайно я бегал по дороге из дома. Я думал, два с половиной, то есть два с половиной километра в одну сторону, два с половиной назад, и это будет пять. И когда я забежал чисто, такое молчишеское, такое, как это сказать, я побежал все пять туда. А надо домой вернуться, ни гроша не было, чтобы и вынужден был бежать опять пять назад. И таким образом пробежал свой первый десять. И когда я пришел сказать моим друзьям, они так обрадовались, теперь мы могли бежать так много. Марафон нелегкое дело. Это очень нелегкое дело, но интересно. И вот, самое длинное, что я бежал в жизни, это двадцать километров. Это самое длинное. И вам скажу сразу, не рискните на двадцать сразу, потому что много сбоев могут происходить одновременно в теле. Это надо подготовиться хорошо. Вот. Как господин Яровенко Владимир часто мне подсказывает, если я на проповедь упоминаю что-нибудь о беге, он обязательно приходит помочь мне да уточнять все. Слава Богу. Жизненный бег. Это означает, что мы с вами бегаем. Согласно посланию к евреям, двенадцатая глава, стих первый по третий. Библия говорит. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащий нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлениям и воссел одесную престола Божьего. В этом тексте, который является основной, в прошлой среде мы с вами рассмотрели стих номер один. Что надо свергнуть от себя всякое бремя. Скажите, всякое бремя. Имеется в виду любая тяжесть, которая мешает тебе бегать. Притом, это бремя бывает в голове у тебя. Это бремя бывает вокруг, люди вокруг тебя. Это бремя бывает привычки твои. Но мы сказали, самое главное бремя, которое надо отложить, это ветхий человек. Потому что ветхий человек, пока мы одеты в ветхом человеке, не получится. Независимо от того, какая сила воли у нас, не выйдет успешно совершить бег. Ветхий человек, надо избавиться от него. Скажите, аминь. И мы вошли в подробность, как это делать. Поэтому повторить сегодня не будем. Сегодня мы продолжаем дальше. Тут говорится, с терпением будем проходить предлежащие нам поприще. У каждого есть свое поприще. Заметите, которое уже намечено. Оно уже есть для тебя. И ты должен бежать. Притом, заметите, мнение соседа слева или справа не влияет на то, что сделается с твоим поприще. Поприще не меняется, и оно зависит от тебя. Скажите, у меня есть поприще, которое я должен проходить. Вот, заметите, когда говорится поприще, которое принадлежащее нам проходить, имеется в виду, главное не просто появиться в конце, а проходить. Понимаете? Все кино в прохождении. А выйти на трибуны в конце самая простая вещь. А вот проходить, это самое-самое важное. Поэтому мы в жизни привыкли, что добежишь, тебе дадут 100 гривен, и мы думаем только о 100 гривенах. Правильно, что мы думаем о них. Но главный интерес не в появлении в конце, а проходить. Если ты появился и не прошел, нету той радости от того, что ты прошел, потому что ты не проходил. Оно имеет только радость, потому что ты прошел, ты переносил. Победа нерадостная. Если ты обманул, вы понимаете? Спрятался в кустях, выбежал, был первым тебе на трибуне, при этом ты не прошел бег. Оно не такое, нету того, да, могут дать тебе приз, потому что они не в курсе, но того чувства внутреннего удовольствия нет, потому что ты не прошел. И вот у каждого из нас есть. И говорится при этом, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. То есть мы будем учиться у Иисуса, как Он это делал. И когда мы держим внимание на Иисуса, легче проходить, и можно победоносно проходить. Скажите Амин. Заметите, если не смотрю на Иисуса, тяжело проходить. Надо проходить. Так, и поэтому есть поприще, которое отмечено для меня. И поэтому написано, что надо пройти в этот марафон. Я должен проходить. Говорится 1 Коринфянам 9 глава, 1 Коринфянам 9 глава, 23 стих. 1 Коринфянам 9 глава, 23 стих. Библия говорит по 25. Все же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. То есть, Павел не говорит, бегите, чтобы один из вас получил. Написано, бегите, чтобы получить. То есть, все могут бежать, и все получат награду. Вот, лишь бы бежать так, чтобы получить. Заметите, на что Павел делает ударение. Он говорит, бегите так. То есть, ударение его на процесс бега. Не на финиш, а на весь процесс. То есть, обращай внимание на то, как ты бегаешь. Бегите так, чтобы получить. Но нам легче, потому что Библия говорит, имея такое облако свидетелей, имеется в виду, есть много людей, которые уже побежали, и побеждали, и прошли. И мы можем смотреть на них, как они бежали. На земле, где мы живем, жизнь не начинается с нас. Она была раньше нас. И все, через что мы проходим, было раньше. И мы можем учиться у других. Бог не создет спецотдел на планете, который только для тебя одного. Ты находишься на планете, где люди. Сейчас и были, и будут. И вот, заметите. Говорится, бегите так, чтобы получить. И вот, поэтому говорится так. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Одно из главных качеств, которые нужно, чтобы жизненный бег состоялся, это умение воздержаться. Вот. Воздержаться важно. По-моему, это было в 90-м каком-то году. Я обнаружил, что когда я проповедую 2-3 собрания в день, я так уставал в конце дня, что вообще я еле-еле двигался. Я настолько уставал, прямо как тряпка. Я до спору устаю, но не так, как в 90-е годы. Хотя я тогда был моложе гораздо. И вот я не помню, с кем-то разговаривал, с проповедником, рассказывал, как я устаю. И он мне говорит, а ты свинину кушаешь или нет? Я говорю, что тут такого? Да. Говорит, ничего плохого нет. Не из религиозных соображений, а попробуй в месяц не есть свинину и проверь уровень энергии. Я сказал, да, хорошо. Это как раз я везде встречал шашлыки и свиньи. Они же самые лучшие. И мясо свиной самое легко делается. Когда его кушаешь, оно так живется прямо как вообще. Это такая красота. И как будто специально передо мной везде была свинина. Вот. И действительно месяц я не трогал. И вот вам расскажу. К концу месяца моя усталость ушла. Я был удивлен. Как? Я решил два месяца не вернулась в усталость. Три месяца не вернулась в усталость. И вот уже десять лет прошло. И я до сих пор свинину не трогаю. И вы представляете, не из религиозных соображений, не, нет. Вообще все освещается молитвой. Хоть змей кушай, хоть муравья, хоть что угодно. Да, я я знаю, что после этого вы со мной не будете разговаривать. Я попробовал хвост крокодила. В Майами кубинские рестораны продают хвост крокодила. я его попробовал. Все, я знаю, некоторые из вас уже уйдут в церкви победы со сегодняшнего дня. Но вы понимаете, хвост крокодила, который я ел, я хотел понять, как оно звучит, как оно, ну, какой вкус. А я вам не скажу, потому что когда я сказал, вы реагировали с презрением на меня. Поэтому вам не скажу, какой вкус, сами покушайте. Но я молился перед этим. Поэтому есть некоторые едики, даже молитва не помогает для меня. Вот я помню, где-то я был, я не помню, и там ели черепаху. Я сказал, ребята, ну извините. Сказать, но ты можешь помолиться. И освещается всякая еда молитвы. Да, правда. Освещается, но черепаха у меня в голове не вкладывается. Поэтому извините. Потом я где-то, по-моему, это в Китае, или где-то, там змей жарили такие. Сказали, это самое вкусное. Я сказал, но прошу прощения, я даже молитва не спасает. И вот я был в Пекине, и мы вошли в ресторан, в китайский ресторан, в который они продают собаки, но которые нет. Мы попали в том, где продают собаки. Вот, недалеко. Поэтому я не могу. Я не могу даже видеть, когда собака страдает. Вот, я видел, по-моему, в фейсбуке где-то, что спали ночью и слышали на улице такой звук плачущей собаки. Хозяева, когда проснулись утром, нашли свой собак мертвое, и рядом с ним четыре или пять змей. Оказывается, собака боролся с этими змеями, чтобы змеи не вошли в дом. И вот, знаете, что я подумал? А что они себе думали? Что им мешали вставать, проверить, почему их собак воют всю ночь? Это же надо так наслаждаться сном, и собака отдала жизнь из-за них. Но ничего. Поэтому я пришел к выводу, что свинину для меня не надо. Хотя хочется. Что я делаю? воздерживаюсь. Это если сказать, я воздерживаюсь от змея, это не считается, ты и так его не любишь. Я воздерживаюсь от ослика, да, вот осла. Для меня это не называется воздержание от ослика. Я не люблю, ненавижу, никогда не поем мясо ослика. Вот. А вот свинина, это надо воздержание. Вы понимаете? И потом тут торти добавились, чтобы воздержаться от тортов. Вообще это самое ужасное. Но заметите, жизненный бег без воздержания не бывает. Давайте я скажу так. Ты зрели, если умеешь отказать себе то, что тебе нравится и хочется. Притом никто тебя не осудит, потому что ты свободен решать. Не могут осудить, но мало ли. Но ты свободен решать. Но только от того, что ты понимаешь, это вредно, не полезно. Я не беру. Это признак, что ты зрели. Если идти по этому определению зрелости, то в церкви мало зрелых. они все иногда делают правильно, чтобы пастор не узнал, братья и сосы не узнали, люди не узнали и тому подобное. Это не зрелости. Это тоже неплохо, но это не зрелость. Потому что если Бог поднимет тебя, чтобы ты стал лидером, рядом с тобой никого не будет, чтобы тебе вдохновлять, говорить, двигайся, не сдавайся. Не будет. А как же тебе нужно темп хранить? Значит, надо, чтобы было до этого многократно способность себя взять в руки и сказать, это оставляем, двигаемся вперед. Скажите со мной Аминь. Поэтому вот получается воздерживается. Он говорит, для этого я усмиряю себя, порабощаю тело свое, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Поэтому сегодня мы хотим двигаться дальше. Идем к эфицианам, 4 глава, порядок такой же, как в прошлый раз. 4 глава, к эфицианам, 22 стих и ниже. отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в оболстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облегся в нового человека, созданного по Богу, и праве праведности и святости истины. Вопрос возникает. Да, пастор, хочу бегать в этот марафон. А как убедиться, что в бока мне болеть не будет, что икра не будет болеть, или икра называется, или как это называется, и мысли эти не будут болеть. Вот как мне убедиться. Ведь я готов бегать, но я знаю, что в энной метре начинается все это. Вот Библия говорит, один путь есть. Когда ты оставил ветхий человек, одевайся в нового. Если ты одет в нового человека, и ты сможешь взять себя в руки, воздержаться от некоторых ненужных вещей в твоей жизни, то вопрос успеха решен. Одеть в нового человека гарантированно, что ты будешь успешным. Как только ты оделся в нового человека, гарантированный успех тебя ждет. Я не сказал, что не будут проблемы, будут, я не сказал, что ты не расстройся, расстройся, я не сказал, что тебя будут все любить, нет, но это все не будет достаточно, чтобы тебя остановить. Скажите со мной Аминь. Вот эта новая одежда, она важна. Поэтому говорится здесь 23-24 «Обновиться духом ума вашего и облезться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Заметите два параллела, которые нужны. Невозможно одеться в нового человека, если не обновиться на уровень своего ума. Поэтому говорится «Обновиться духом ума вашего и одеться или облечься в нового человека». Почему важен вопрос нашего ума? Потому что наш ум диктует куда мы и что мы делаем, где и с кем. Наш ум это диктует. Вот поэтому когда человек раздражен на уровень ума, его действия будут соответственны. Если вы обижены на кого-то и вы его встречаете в дороге, до этого вы смеялись и потом встречаете этого человека, на который вы обижены, что происходит с вашим смехом? Сразу меняется, правда? И лицо меняется тут же. Почему? Потому что ум диктует? Что делать? Воля человека где-то привязана к его уму. А в уме человека все знания, какое ты накопил за все время, оно держится в память ума и воспитывает ума. и в результате воля твоя где-то связана с твоим умом. Я вам не скажу сто процентов где ниточка как, но скажу вот так. Ваше мышление, разум и ваша воля рядом. Поэтому Библия говорит, каков в сердце, в уме, в мышлении своем, таков и он. Как он думает, вот как только дьявол смог принести вмешательство на уровень ума Евы, чтобы она задала себе вопросы насчет истинности Бога, вот именно в этот момент дьявол начал влиять на волю Евы. И поэтому после этого момента уже все. Потому что пока твоя воля не повернулся в сторону, которую дьявол хочет, он ничего не сможет. Оно все связано с твоей волей. Скажите со мной аминь. Поэтому Библия когда говорит из всего хранимого храни сердце твое, можно было также сказать из всего хранимого храни волю твою, чтобы она осталась защищенной. То есть ставите определенные ограждения вокруг твоей воли, потому что за твою волю идет война, борьба и битва. Пока твоя воля, если вы заметили про этого человека, который Псалом 1, блажение мужа, да, написано воля его, чем занят? Воле Божией. Он размышляет над Словом Божьим день и ночь. Зачем? Чтобы воля его осталась в согласии с Законом Божиим. В этом есть и главная борьба обновления ума нашего. То есть как я могу оценить, что мой ум обновился? Я могу оценивать обновление моего ума, исходя из того моя воля, насколько она свободна от влияния того и другого. Так, я так долго учил и не было никакой паузы. Вы сразу напрягайтесь. халлилуйя. Вот я сказал халлилуйя, никакой ответ. Халлилуйя! Я чуть не спрашивал у пастора Георга, как халлилуйя по-армянски. И я понял, что я сам знаю. Халлилуйя называется по-армянски, но не меняется. Между прочим, в Ливан, куда я еду, в церковь, одна из главных церквей Ливана, пастор сам, он армянин, ки-ворк, по-моему, не ги, а ки-ворк. Есть такое, да? Ты ги-ворга, он ки-ворк. Короче, фамилия какая-то армянская, хорошая. И там живут все армяне, которые давно уехали с армянии, в тех годах, давно. Арабы, армяне, палестинцы, потому что палестинцы не считаются, ливанцы не считают, что палестинцы это арабы. Они тоже не палестинцы, они себе дали это имя палестинцы недавно, вы знаете, да? Они не были палестинцами раньше. Но неважно, там вот эти ассирийцы, там и короче все эти у меня были такое винегрид присутствие Божие с такими разновидными христианами. Слава Богу. Аллилуйя. Так, вы готовы продолжать? Кепки свои справите? Вот, воля моя, скажите моя воля. Я вас не слышу. Что вы сказали? Моя воля. Вот, пример, который я сейчас дам, хороший, правдивый, но оно такое. Смотрите, я сижу в Москве, в аэропорту. Решил прикидываться, не понимающий русский язык. У меня есть такое, что могу себе это позволить и все поверят. Я даже вчера был в Николаеве, приехал утром, вчера, в гостиницу поселился, потом днем поехал в лагерь. Меня пастор Андрей привел и сразу со мной на английском начали разговаривать. Уже ради пастора Андрея я сказал, нет, я понимаю по-русски. Потому что не могли верить. Поэтому когда мне выгодно, я понимаю русский язык, когда невыгодно, не понимаю. Вот. Поэтому я в Москве. Я специально говорю, Москва, чтобы не зацепить Украину. Я в Москве, в аэропорту. И вот проходим, как называется, паспортный, не, таможня это такое мелко-то. Главное паспорт для меня. И вот я подхожу, это раньше, когда были прямые рейсы. Я с рейс через Беларусь, и это вопрос решен. Летаешь в Беларусь, там никто никого не спрашивает ничего, а в Россию уже приезжаешь как внутренний рейс, и ФСБ к тебе дело уже закончено. Ну ладно. А раньше я прям, вот я даю паспорт, и когда даю паспорт, посмотрели религиозные, Генри Мадала, сказали, отойдите в сторону, подождите, мы сейчас зовем. паспорт, а когда зовут, у них раньше был такой подход, что если зовут, поскольку тебя уже забили в компьютер, все не ждут, пока с тобой не закончат. Так, то, что забрали мой паспорт, я не виноват. То, что мне сказали, подождите, я не виноват. У меня российская виза, у меня все, но мне сказали, подождать. И вот стоит человек за мною и говорит, ой, опять, какой-то телепузик перед нами стоит, его не пускают. Вот, я телепузик. Вы знаете, какой-то телепузик? Кто-нибудь видел телепузик по телевизору? Нет, в Украине такое не бывает, это в России. Опять телепузик. А то, что он не знал этот человек, это то, что его фраза, Бог допустил для того, чтобы я померил, насколько моя воля свободна от окружающих. Потому что я перед этим заявил себе в молитве, что Бог, наконец, я свободен от мнения людей, что они обо мне скажут. Я наконец свободен. И Бог сказал, хорошо, проверим в аэропорту. когда он меня назвал телепузик, я помню телепузик по телевизору, были они. Вы помните? Вот когда он это сказал, вы знаете, одно из признаков, что что-то в тебе начинает кипеть, это глоток с луня незапланированная. Вы, наверное, за собой не следили, вы даже не заметили. Идет такой глоток большой объем с луни, это значит, прошло определенное время, ты не глотал, и ты входил в это, потом я заглотал, означает, что, наверное, во мне то ли кровь, то ли плазма, то ли что-то, но уже начинает кипеть. Вот, я это заметил. Так, меня телепузиком назвал. Я специально сделал вещь, я поворачиваюсь проверить, что там за меня. Я смотрел специально на этого господина, который я молча в себе на этого телепузика, сам посмотрел на него. Я тоже его назвал телепузиком, только внутри себя. Потом я покаялся. Я стою, приходят пять ребят, молодые, умные, образованные, забирают меня, выходим куда-то. И после того, как назвали меня телепузиком, я думаю, я не заметил, что у меня накапливается гнев, и когда они начали задавать какие-то вопросы, какие-то глупые вопросы для меня, я хотел им все рассказать, что я думаю. Потом думаю, эти пять ребят, у них есть власть меня остановить и даже закрыть. поэтому зачем? Что я теряю от этого? И тут как раз получилось, что Рик Рейнер летал тоже из Украины со мной. И вот он меня видит, говорит, ой, здравствуй, Геннер, здравствуй. Тут меня забирают на допросы. Он говорит, так всегда, каждый раз. Они всегда меня зовут, и мы так начали смеяться, слава Богу, Зарик Рейнер, он верил мне христианский настрой, и мы начали смеяться в аэропорту, я забыл, что меня назвали телепузиком, эти пятеро со мной разговаривали, я уже веселый был, я уже начал проповедовать об Иисусе так косвенно, непрямо, они такие, что они, вот я хочу что-то зацепляет их, они же, они знают наизусть вот эти все штучки, а надо найти такое, что не в их изусть, для того, чтобы они об этом обдумали, и оно как-то осталось в сердце. Короче, я уже там начал применять свои мысли, всякое мастерство, и потом они меня отпустили, говорит, надо, уходите уже, мы уже не хотим слышать, когда-то чего, мы же обсуждаем вопросы. Короче, ушел, и я сижу в такси, еду в гостиницу, думаю, я уже израиль, меня могут назвать телепузиком, и я улыбаюсь уже через два с половиной минут после, потому что раньше я улыбался через два с половиной дня. Вы понимаете? Вот, а поэтому теперь, когда я иногда бываю в каких-то местах, часто очень, в Украине и в других странах, коммунисты, ну, русскоязычно, в западном мире немножко по-другому, а в этом, оно постоянно дает о себе знать, но оно уже не влияет на меня, потому что в этом вопросе я уже зрели, и моя воля не поддается разговорам посторонних. Скажи это аминь. Это то, что Бог меня научил давно. Не разреши мнение посторонних переделать тебя. Не иметь права ни твоя мама, ни папа, ни жена, ни дети, ни лидеры, ни другие пастыря переделать тебя, потому что тот, кого Бог создал, это оригинал. А позволит другим людям пересоздать тебя, ты потеряешь себя. Оставайся самым собою. Скажи аминь. Вот Бог создал оригинал своего. И не должны другие переделать тебя, чтобы ты стал другим. Вот. И поэтому слава Богу, что я не телепузик, я тоже знаю об этом. Поэтому надо менять свое мышление и одеваться в нового человека. И этот новый человек легко способен пробежать марафон и не уставать и не сдаваться. И он гарантирует тебе успех. Скажите аминь. Вот возвращаясь туда эфессианам 4 глава который мы читали 23 стих написано обновиться духом ума вашего и облегся в нового человека созданного по Богу в праведности и святости истины. Заметите этот новый уже создан и если посмотрите близко вашей Библии не говорится что которого Бог создаст он уже создан вы заметили он созданный уже по Богу праведности и святости истины. Созданного по Богу. Вот ветхий человек тоже он созданный и он имеет свою покраску исцеляющий исцеляющий похоть уже создан нельзя сказать я дел ветхий человек но я его украшу никак он уже украшен полностью своими похотями а этот новый он покрашен праведностью Божией и святости истины созданного по Богу скажи создание уже скажи мой новый человек которого нужно меня одеться уже создан так он создастся или уже создан то есть это просто костюм взял и уже готов я понимаю что вы никогда не как я не летали в космос но космическая одежда уже готова просто одеть и ты уже можешь в космосе где нет атмосферы земли двигаться плавать уже можешь и дышать там потому что костюм уже готов работа готовить космический костюм не не я сделал моя задача одеть его правильно а где его производили не мое дело новый человек не я его создал бог его создал поэтому бог создал одежду духовной который он решил какая одежда духовная лучше всего поможет чтобы человек который принял меня со мной ходит одев эту одежду он может сто процент победить гарантированно пройти и он пытался придумать это мои слова что пытался бог ничего не пытается он подумал подумал и в результате он создал такую одежду говорится здесь 24 стих созданного по богу в праведности и в святости истины и бог пришел к выводу что единственное что работает это что-то создано по принципу по подобию по натуре бога другое не работает все остальное коррумпированное все остальное испорченное единственное что можно одеть и оно работает это то что создано по богу то есть по божьем натуре по божьей способности по божьим качествам по божьему имеет бог божественная натура начало внутри скажите со мной аминь то есть раньше чем мы будем одевать этого человека надо знать что этот человек это новая натура это божья натура божьи качества божественная способность в нем и поэтому это если мы сможем одевать мы с вами молодцы и вот у вас на лице морщин не было теперь появились здесь показывая меня что у вас вопрос как пастор генри так что можно облегчить свое лицо я отвечу как пойдем колоссианам третьей главы одно из важных истин которые надо понять библия говорит писание не подлежит тайному истолкованию имеется ввиду знают люди когда читают какое-то место из писания начинают говорить мое спец истолкование почему оно не поддается тайной истолкованию потому что люди начнут как по-своему пытаться каждому поэтому есть такой закон который я обнаружил что писание истолкует писание скажите амин библия сам себя всегда объясняет поэтому я не ломаю голову я вообще перестал мучиться потому что библия объясняет библию вот колоссианам третьей главы с десятого стиха говорится так и облегчись в нового человека который обновляется в познании и по образу создавшего его так значит этот новый человек которого нам нужно одеться создан кем богом колоссианам говорит оно обновляется чтобы стать похожей похожей больше больше на кого на того кто его создал я не знаю как вам убедить но этот новый человек которого нужно одеть это готовый костюм который бог создал скажи бог создал что интересно когда я сейчас буду вам показать этот новый человек вы потом проблему знаете какая у людей люди берут информацию и бегут к привычному сопоставлять меряя себя собою понимаете и теряя при этом глубину откровения у меня просьба когда я буду объяснять про нового человека постарайтесь не бежать к опыту и привычному хорошо послушайте просто чисто послушайте сопоставляйте после чтобы не терять важность того что я говорю на самом деле этот новый человек это полноценная одежда с которой можно полностью победить в своем жизненном беге скажи можно эти качества которые я буду рассказывать если вы их кручите в свою жизнь когда дьявол к вам подходит он видит вас в костюме дьявол видит вас в такой костюме непроницаем мы для него он видит вас в костюме он видит вас в одежде божественной которой он не знает как проникать если вы пытаетесь сопоставлять духовное с физическим оно смешное при чем тут костюм окно в божьих глазах и не только в божьих с духовной стороны это костюм вот и облегся в нового человека и заметите в десятом стихе написано так который обновляется в познание по образу создавшего его это значит этот новый человек которого мы должны одеться обновляется но слово обновление то есть прогрессирует делается новым регулярно улучшается постоянно чем же улучшается чем же делается новым вот просто написано здесь в десятом стихе обновляется в познание по образу создавшего познание откровения истины делает твоего нового человека новым свежим обновленным постоянно то есть откровение истины знание познание которое приходит приносит обновление в моей жизни те из вас кто использует гаджет apple кто-нибудь использует iphone или ipad или что-нибудь но слава богу три человека значит ну ладно samsung кто использует samsung здесь самсунг царствует я понял и самсунг требует обновления тоже самсунг более либерал а apple если обновили они ios два или три раза ты пытаешься использовать старые старые apple начнет тебя блокировать требует чтобы ты обновил обязательно свою программу и потом тот же iphone начнет работать лучше чем раньше причина обновления произошло и появились функции которые до этого не были произошло обновление но это тот же iphone поэтому этот новый человек обновляется улучшается развивается вообще становится лучше и лучше и лучше к чему его стремление чтобы стать подобно господу богу который его создал то есть получается оно никогда не дойдет до конца все время будем пытаться продолжать 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 скажите амин вот познание истины украшает нового человека не просто информационное познание в христианстве информационное познание разрушило больше христиан чем что-либо лучше знать меньше и в жизни использовать чем знать много и не использовать то что ты знаешь вот это много знания знаете кто знает библейские вещи больше всех теологов и большинство из них в бога иногда даже они не верят знания столько но в жизни применяют ничего из того что знаю на этой планете земля называемая знания с практикой считается важным а знания без практики ты теоретик и ты банк куда мы идем брать идеи и мы сами отпечаток оставляем а тебе оставляем без продвижения никакого научись быть человеком который берет то что ты знаешь пусть мало но используй то мало нежели знать много и ничего не использовать когда ты знаешь много и не используешь критик проснется в тебе вот поэтому я никогда никого не критиковал пока у меня было мало знания или не мало знания но все знания которые я имел я применял в жизни но когда у меня был запас мощностей большой где у меня много знания которые я не использую начну я критиковать тот не так тот не так тот не так и при этом каждый раз я повышаю как будто свое чувство важности от критика других людей я потом обнаружил что стоп это же моя душевная проблема я пытаюсь себя поднять за счет критика других и когда я получил это откровение по отношению к себе я начал поворачиваться смотрел на люди вокруг меня и я обнаружил точно люди же повышаются свою важность за счет унижения важная персона какого-нибудь или кого-нибудь повышения если ты одеваешься красиво как можно себя повысить критиковать твою хорошую одежду правда же если у тебя новая какая-то красивая прическа как себе возвысить критиковать твою прическу новую вот ты купил новую машину дорогую как себе возвысить критиковать твою покупку машины при том же я ничего хорошего не делал лучше тебя просто критикую если вы можете себе сделать добро принять решение никогда не пытаться повысить свою самооценку путем критика другого человека унижения другого человека вы будете счастливым человеком на земле не живите жизни конкуренции со всеми людьми это называется конкуренция где вы не победите никогда потому что они тоже созданы по образу Божьему и как только ты решил что я их победил завтра Бог дает им новое творчество они придут еще лучше чем вчера а если ты живешь только зашел конкуренции ты разбился еще хуже не живу конкуренции будь самым собою кто не будет скажите со мной аминь так ладно мы обновляемся и вот говорится здесь в колоссианом третьей главы начиная читаю дальше 11 где нет ни елина ни иудея ни обрезания ни не обрезания варвара скифа раба свободного но все во всем Христос то есть когда я обновляюсь внутри одеваю этого нового человека я перестаю ценить окружающих меня на основании каких-то пороков одно из вещей что я обнаружил в советском союзе когда я попал в советский союз это что советский союз оценивал людей не по содержанию ума одного человека а классифицировали или по расам или по цвету кожи или по происхождению что иногда для меня это было выгодно потому что когда я появляюсь африканец и сразу они берут свои википедия или как она называется википедия африканца которая создана в советском союзе и негодный глупенький ничего не понимает вот раз и я стою и на меня идет клемма глупенький ничего не понимает мне это выгодно потому что когда я начинаю показать что я что-то понимаю как он же африканец не имеет права понимать что-либо вот когда советский союз распался вот приезжающий в россию назвать слово украина вы в курсе что у них свои тоже википедия по отношению к украинцам они как личность выдающийся но потому что украинец все что у тебя убирают только по нации по происхождению это то что мартин лутер младший мартин лутер кинг говорил что я мечтаю жить такое время когда мои дети будут оценены не по цвету кожи не по происхождению не по тому откуда они родились или с какой они страны а по содержанию их сердца и ума и вот смотрите мартин лутер он был проповедником наверное он понимал что достигать этого без иисуса христа нельзя 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 невозможно тим story меня спрашивал он приезжал к нам много раз и он брал с собой помощников и последний один из раз он взял помощника из норвегии или швеции я не помню такого белого парня они проходят таможня того пропускают а его в комнату а тот говорит я не могу без нора чего куда вы он говорит я его телохранитель если вы его взяли значит меня тоже они его взяли по цвету кожи а не по содержанию кто он самое печальное это когда в церкви люди друг друга оценивают исходя из района он с борщеговки ни о чем с ним разговаривать слушай в борщеговке бывают очень разумные люди скажите аминь а это молдаване с ними вообще ни о чем говорит это самое смешное я слышал эстонцы медленнее я поехал в таллин таллин выглядит несравненно лучше я говорю если они заторможены как мне говорят это хорошая заторможенность смотри как они страну подняли вот обычно поскольку весь народ это делает мы не думаем что от этого надо избавиться но надо надо вот женщины стояли на остановке разговаривают между собой говорят а я не спал ночь не спала ночь чего соседи там а что у вас за соседи там кто еще кавказцы а понятно я думаю что тут понятно вот я я себе думаю что тут понятно хотелось подходить спрашивать у женщины вы могли бы помочь у меня я не догоняю я африканец что тут понятно что кавказцы ваши соседи и вы и этим объясняется почему вы по ночам не спите потом решил что они лучами не станут судя по разговорам и мне ползать этого не будет кроме расстройства я ушел но все эти стереотипы предвзятости которые бытуют в нашем обществе они должны умереть вместе с ветхим человеком скажите со мной амин поэтому францис хантер говорит для меня это спасение или не спасение все остальное не имеет уже значения она говорит мужчина красивый для меня красивый мужчина тот который рожден свыше кто не рожден свыше некрасивый точка предвзятость стереотипы у каждого свои когда я учился в кига я был удивлен насколько стереотип у меня были по отношению к экономическим всем институтам и университетам про институт культуры не спрашивая мы вообще не считали за человек единственное кого мы считали за человек это кпи мы менялись позициями кто главный человек кига или кпи если мы победили в какой-то олимпиаде то кпи говорят мы главный почему потому что раньше были факультетом у нас мы говорим ну бывает же что сыновья рождают становятся больше своего отца ну и конечно же когда появился международные отношения более-менее и академия которые сельскохозяйственная академия мы считали их за людей да и конечно же как медицинский университет она тогда была факультет наверное или уже был университет но мы считали тоже за людьми да и конечно же из всех остальных неумных самопередист стоял по нашему мнению Шевченко и за красный корпус только больше ни за что международные отношения появились позже их не было в начале все остальные это было какое-то потеря стипендии государственная а когда украина стала независимой независимой знаете кто стал править страну зарабатывать деньги правда несколько ребят скига тоже но большинство из них из этих экономических институтов из юридических многие юридические не были отделами они появились недавно раньше они были часть чего-то еще они стали править страной зарабатывать все деньги а мы самые умные знаем все математические формули но мы ищем работу я подумал да я не заметил как стереотип моего института стала частью меня может ли такое что много стереотипов вашей вашей семьи ваших кругов общения мешают вам бегать ваше жизненный бег стереотипы надо убрать кто-нибудь скажите со мной амин кто-нибудь скажите еще раз амин скажите я отрекаюсь от стереотипов скажи во Христе Иисусе нету елена иудея варваров скажи все во Христе одинаковые вот скажите амин мы продвигаемся неплохо не так нравится как мы продвигаемся теперь идем основной к финишу 12 стиха итак облекитесь как избранные Божьи святые и возлюбленные вот заметите с какой позиции мы одеваем эту одежду с позиции я избранный святой и возлюбленный у Бога скажите я избранный я святой я возлюбленный у Бога я сам себя не избрал я спал в общежитии воевал с тараканами в те годы они были самое смешное было я приехал в ГОСТ в Данию на конференцию христианских студентов открываю свой чемодан и оттуда двое бегунок бесплатно проходили без тормоз таможенного проверки без таможенной проверки два красивые коричневые тараканы правда голодненькие были вяли были в те времена когда паковали одежду чемодан ему всегда супер осторожно чтобы не дай Бог я себе какао пил тогда было модно пить какао много потому что для студентов это легко какао батон иногда картошка зарит и азербайджанский чай до сих пор не понимаю при чем азербайджан и при чем чай это два несовместимые азербайджане и чай но вы все родились позавчера вы не понимаете что это такое студенческие годы к вам пришел время хостела а я пришел время общежития понимаете и вообще ничего не думал лишь лежал на свой диван который я купил комиссионном на чубаре при том мой диван по моему если не ошибаюсь до сих пор он где-то есть его поменяли уже это это было крепкий я никому не говорю что это комиссионное оно было в нашем офисе много лет меняли подушки по моему до сих пор где-то есть он я его видел по моему на первом этаже сейчас он вот черный по моему черный это комиссионный когда вы сидите на нем в следующий раз оцените ой 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 и бог поговорил ко мне я говорю бог ты что ты не можешь найти других людей я я лежу бог в своем вычислительном этот провел меня и в конце сказал ангеле да я выбрал кого вот спит хорошо побежали побежали начали кто сон мне давать кто подсказка местоописание направлять меня чего он меня избрал что он такое во мне нашел я обычный обыкновенный парень который вообще занят своими научными делами любит самолеты и больше при этом презирает лодчиков потому что они получили больше денег чем инженер при этом они знали 10 раз меньше чем мы знали вот все кто я был и он избрал и когда я пришел в так называемую церковь победы создать его он оказывается не только меня одного избрал тебя и тебя и тебя и тебя и тебя и тебя и все избранные сошлись и нашли друг друга ой и ты тоже избран и ты тоже избран и ты тоже избран скажи я избран еще раз скажи я из большой толпы меня Бог избрал нет пастор генри это не Бог это вы за мной бегали по просьбе моей мамы представляете сколько мам меня просили о своих детях и мы пытались и ни в какую а почему ты открыл свое сердце Бог тебя избрал сколько ходили с кришнаитами брить головою и что они поют я забыл и никогда не знал и ты тоже среди них у тебя была эта штучка евангелизационная команда дошла к тебе и ты открыл сердце это потому что Бог тебя избрал ангели Божьи были рядом чтобы сердце твое направить где-то там чтобы заметить ты избран скажи я избран скажи я не случайный скажи меня избрал сам Господь Бог скажите со мной аминь кто имеет право одеть на себя нового человека только избраннее только возлюбленнее эти святые то есть отделение спецотделение освященное на дело на Божье дело понимаете каждый из вас меня часто спрашивают пастор почему ты так уважаешь людей потому что они так же избраны как я я особо ничем не отличался что меня избрали так и ты ничем не отличался знаю твои все прошлые дела и Бог избрал тебя и Бог меня избрал несмотря на на мое прошлое избрал скажи избрал меня я вас не слышу скажи Бог избрал и при этом он смотрел далеко в будущее Бог Бог избрал так изберу там посмотрим выживет он или нет не когда Бог тебя избрал он избрал посвятил себя держать тебя помочь тебе благословлять тебя содействовать тебе хранить тебя и быть твоим Богом источником благословения для тебя скажи я избран Богом чтобы вы поняли насколько Бог вас избрал я сделаю это в своей жизни попробуй когда ты дома или где-либо пройтись под свою историю и найди все моменты которые если бы ты взял этот путь и не попал бы в церковь победа вы будете удивлены сколько много моментов были и была равноправная возможность решать налево или направо и даже было более выгодно второе решение нежели то что ты принял потому что то что ты принял дал тебе приземлиться вот сюда это не случайно ведь другие приняли второе решение и они приземлили в другом месте и до сих пор они Кришна 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 ну или там может не Кришна может Божья Матерь Божья Матерь я не знаю что кто скажет скажи я избран скажи люди не обижайтесь на меня скажи меня сам Бог меня избрал скажи я у него не просил я был занят своими делами и он меня избрал скажите аминь я всегда когда люди особенно в фейсбуке пишут я поменял себе фотографию в фейсбуке Боже мой то есть что я сделал поменял фотографию и когда я поменял фотографию вот он себя как Бог ставит я поменял фотографию и я себя как Бог и вот один написал смотри на его лицо внимательно вообще не грамма божественного в этом лице нет тогда что мне делать с моим лицом это что-то то есть я могу менять много чего но лицо не могу менять не могу я менять лицо свое то есть есть какие-то лица наверное которые ближе к Богу а мое ни одно из этих и я говорю Бог зачем ты меня избрал говорят что мое лицо не подходит избрал все равно и в пятницу будут собран людей в Ливане в Бейруте которые говорят приезжает муж Божий пастор Генри они не в курсе что мое лицо не соответствует не в курсе они некоторые из вас у вас хоть лица ближе вы понимаете если бы не было Мария Божия Матери которые конец я съесть ваши лица подходили бы к этому а у меня лицо вообще ну ладно скажите я избран Аллилуйя пастор Генри да я через такие трагедии проходил и в конце концов очутился в церкви победы ты знаешь сколько людей прошли подобные трагедии как у тебя и не попали в церковь победы а кто попал куда смотри так несмотря на твои трагедии Бог настолько оберегал тебя направлял вы знаете когда вы когда играли в боулинг боулинг кто знаешь такой боулинг вы знаете вот это да вот вот есть такое когда круглое никак не поможет есть другое когда как оно называется я не знаю в Зимбабве мы это играли у нас было британские мышления поэтому оно не круглое как шарики оно поэтому делаешь и они надо ходят вокруг него это вот и делать такое движение нельзя прикасаться это просто движение выбрать воздух чтобы пошел так куда надо это то что ангели с тобой делали они вот так движение какая-то волна воздуха создали еще какой-то и ты думаешь так сегодня не хочется пойти в бар как обычно пойду погуляюсь в парке это они сюда 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 и в этот парк горький евангелизирует и говорит э иди сюда взял за горло покайся давай вот заметите мы все здесь потому что ангел это делает сюда сюда так говорится с моим парнем он сейчас приедет ангел камень на его лобовое стекло ой слушай я к тебе ехал но уже не получится не доеду у меня поломалась машина как так можно и вышел в парк а там евангелизируют и ты уже мировой лидер теперь у нас в церкви скажи бог меня избрал так я избран и потому что я избран я должен облегся в нового человека я буду как бы читать без особых комментариев как одевать этого человека итак облегитесь как избране божие святые возлюбленные это важнее понять что ты избран те святые отделения означают те возлюбленные у бога что надо одеть первое милосердие заметь все что надо одевать это что говорится это одевается решением я принимаю решение быть милосердним если когда в жизни иду я уже избран одежда уже созданы по богу эта одежда есть но я его одеваю когда я осознанно выбираю себя вести таким образом скажи выбираю себя вести в жизни то есть полноценная одежда или нет от твоего выбора читаем это в вашей библии если бы я придумал бы сказали вот он приносит нам африканские теории а здесь прямо в библии итак облекитесь как избранные божьи святые возлюбленные во милосердие означая в сострадательное отношение мягкое сердце по отношению к людям милую милую настрой по отношению к людям это решение миловать сострадать мягкое сердце к людям милосердие это решение причина почему говорится одевайте милосердие потому что вы встретите много господа и госпожа которые недостойны милосердия которые если по закону сухой как называется им надо было бы по лицу дать а ты принимаешь решение миловать сострадать мягкого сердца милосердие это решение второе благость да уже говорится что он одет на себя мы читаем 12 стих и 13 смирно мудрее то есть милосердие благость означая доброта в сердце элементарная доброта в сердце скажите доброта третье кроме благост милосердие благост смиренно мудрее смиренно мудрее это смирение на уровень ума смиренный ум но слово мудрее означает мудрость да мудрость смиренная имеется ввиду вообще буквальное значение означает унижать себя по отношению к другим не в смысле унижать себя в смысле что ты никто ты знаешь что ты выше этого ты знаешь что ты вообще ты знаешь что не с чем сравнивать но осознанно делаю уступки вот это надо одеться в этом крутость означает вести себя по джентльменскому долготерпение означает уметь переносить потому что я понял ничего не теряю долготерпение то есть терплю молча все равно ничего от этого не теряю скажи аминь аминь ва 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 собака лает что я теряю от этого ничего пусть лает скажи аминь ва 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 что я теряю от этого ничего пусть лает но если придет собака и на меня прыгает теряю могу руку терять что-то еще терять тут я другие правила включаю поэтому павел говорит я бегу не в никуда и я бью не как воздух есть момент когда нужно просто бежать а есть момент когда надо бить я не имею ввиду кулаками но есть момент когда нужно дать опор определенным вещам иногда нужно опор давать чтобы не уничтожить себя не быть израненой душа душа человека очень хрупкая вещь то ли мужчина то ли женщина разницы нет хрупкая когда я сидел с мамой она плакала из-за меня а я плакал из-за нее потом мы смотрели друг на друга она плачет и я плачу ей показалось что ей волна она плачет а мне показалось что мне волна я плачу когда ко мне дошло что ей волна не меньше чем мне ну стоп значит ее душа болит и моя душа болит значит у обоих душа болит значит не то одного виновного но есть оба душа болит и душа человека хрупкая и чтобы сохранить себя в какой-то как его называют сбалансировано с какой-то твердость крепость надо учиться отпор некоторым вещам чтобы они не имели доступ если они имеют доступ они изранят тебя они вызовут слезы вызовут боль вызовут много чего и надо специально оградить себя и делать маленький отпор чтобы себя защитить скажи аминь это осознанно не потому что тебе так хочется наоборот не хочется но надо называется наоборот так я бы не хотел но по-другому будет кровотечение внутри поэтому есть момент когда надо дать отпор но когда этого момента нету не надо нужно иметь долго терпения следую написано снисходя друг другу или уступчивым быть зная что люди с которыми я имею дело несовершенны такие же как я то есть мы должны быть людьми которые торопятся снисходительно покрывают снисходительно если ребенок бежит и сколзной упал мы снисходительно означает даем скидку наверное если есть одно направление в котором Бог со мной так много работал это уметь дать скидку людям я даю скидку так часто поэтому я могу человек который меня вчера ранил и он возвращается говорит пастор я тебе вот помнишь да в каком-то году да я теперь подумал извини обычно другие люди бы сказали ха-ха извини все годы эти которые мучения и извини что оно даст это правда что оно даст ничего не даст но надо дать людям скидку это по простому мы говорим войти в положение другого человека снисходительно снисходя друг к другу реагируете к людям всегда даруя скидку снисходительно прощая прощая взаимно означая будь щедрым по отношению к другим прощая прости торопись простить а он не кается все равно прости не извинился себя ведет как бы ни в чем не бывало все равно прости скажите прощаю потому что когда ты живешь без прощения страдает больше ты нежели человек кому ты не даешь прощения рано или поздно это непрощение даст о себе знать в самом неожиданном неожиданном образом дальше больше всего облекитесь в любовь которая является как написано здесь есть совокупное совершенство то есть более всего или прежде всего или как венец всего как десерт после всего самое важное что даст гармонию всему люби других людей один перевод говорит после всего одевайте пляж любви то есть понимание как будто я делал костюм и снаружи одеваешь полто который собирает всю остальную одежду вместе или халат любви то есть любовь это над всем и все гармонии 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 так можно говорить гармонии нет так и все становится в гармонии какой бедный язык если у тебя все правильно но они между собой не гармоничны возможно не хватает это одно любовь к людям я видел людей которые вроде все есть как положено но оно не в гармонии как-то оно как-то остается одно что совокупно совершенство что все в гармонии соединяет все вместе чтобы было четко это любовь она самая сложная потому что когда любишь ты делаешься уязвимым вот поэтому любовь она сложная потому что если любишь надо быть уязвимым и вот поэтому кто-то сказал сначала доверие потом любовь да называется поэтому любовь важно означает делай себя чуточку уязвимым потому что без этого не бывает пастор Генн да я уйду замуж молодец за кого сначала я должен иметь 270 процентов что но поэтому Бог дал любовь потому что иногда вместо 270 процентов бывает 7 процентов но любовь покрывает 93 процента если бы не было понятия любовь мы бы искали свои 270 процентов никогда бы не находили его никогда поэтому Бог дал такое понятие любовь который смывает вот это все и вдруг ты улыбаешься а что ты улыбаешься как ворона ворона улыбается или нет не такая я каждый я слушаю как ворона говорю куак думаю улыбается все время поэтому заметите что больше всего любовь если например не хватает тебе милосердия не хватает благост не хватает смирно мудрия не хватает кротос не хватает долготерпения не получается снисходить не получается прощать тогда стремись к любви любовь даст всему остальному быть и дальше говорится и мир божий да владите сердца ваших которому это мир которому мы призваны вы призваны то есть мир божий да станет арбитером вашей жизни да правит да господствует что такое арбитер когда идет футболный матч арбитер стоит и проверяет есть нарушение или нет как только нарушение все остановились даже назначают пеналти иногда и в этом новом человеке есть арбитер тоже который говорит нарушен и нарушен это мир божий вот по-моему написал смс какому-то брату он просил помочь с какой-то сестрой который болна хочет повеситься убить себя так так такие у меня смс и фейсбук много пишут я обычно не реагирую но когда человек хочет себя убить я реагирую вот я что-то написал и этот человек вместо того чтобы дать мне информацию которую надо начал кричать ну фейсбук словами имеется ввиду сообщение я что-то ему ответил когда я ему ответил я отошел и баланс который был у меня внутри нарушился я понял арбитр работает он свисток я вернулся проверил точно я не так писал как надо я написал извини потому что он думал что я с утра до вечера сижу жду решать его вопрос а я в Николаев был я в поезде замерз и потел замерз и потел и горло начал болеть короче вот это все еле-еле успевал на поезд завтра утром бегаю в Ливан а он думает что я должен сидеть ждать только его сообщения потом я начал думать я его тоже понимаю девушка хочет веситься это кризисная ситуация я пастор это я должен войти в его положение не он в моем теперь я понял почему арбитр называемый мир божий нарушился во мне не понравился ему когда теряется мир божий внутри иногда бывает такое что ты ходишь вроде ничего плохого не делал но вроде мир божий что-то тревога тревожено потому что возможно есть какое-то нарушение которое так часто что оно уже стало законом частью твоей жизни что ты его не думаешь это именно оно но оно постоянно ноет издали этот арбитр он не спит он постоянно работает скажи мир божий написано да владитесь да править да станет главным голосом вот никто никому не дано право владиться над нами а мир божий имеет право и дальше говорится и будешь дружелюбнее притом замерьте мир божий который вы призваны в одном теле не в отсутствии людей а вместе с ними потому что на острове где никого нету очень легко мир приобрести это вот когда начинают заходить здравствуй как дела вот с ними все проблемы начинаются можно ли без них нет в теле с ними и будет дружелюбнее вообще в оригинале слово дружелюбнее означает не забывайте быть благодарными спасибо сказать не забывать добро что вам сделали не забывать я с папой сидели вернее с моей сестрой которая в Канаде и мы я говорю смотри это папа меня чем-то обидует я не помню чем я ей говорю папа работал столько лет и что он привез в деревне после работы вот мы начали искать что же он привез и толкового мы ничего не нашли толкового ничего не нашли у него есть коровы но он не купил их ему дарили некоторые вещи мы ему купили и я себе подумал боже мой мой папа ничего толкового в жизни не купил и я пошел спать с таким мыслям слова которые сестра сказали они ко мне не дошли сразу это когда я уже лежал дошли сказал ну представь себе сколько он должен был платить за школу чтобы мы все ходили в школу я на это не обращал не обращал внимание я сказал это же обязан всех родителей точка потом начал думать стоп дайте обязан все родители но наверное же он проходил мимо костюма который он хотел купить и понял что я куплю за школу не хватит и не купил ради меня наверное он видел что-то какой-то велосипед или машину которую он думал за два года могу купить но он не купил потому что он понял что я куплю не получится надо форму для школы понимаете я себя почувствовал таким потерянным глупым неблагодарным что я пришел к папе и сказал папа прости меня я как-то думал не то о тебе спасибо что ты так жертвовал много ради нас вот что я обнаружил в момент негативных эмоций легко забыть все хорошее что тебе сделали легко просто один секунд обида гнева можно стирать все доброе это когда я переступил вот эти эмоции мои я тогда увидел что папа столько вложил столько времени он просыпался он начинал работать в 6 утра заканчивал в 6 вечера 12 часов один день выходной в неделю а что попасть на работу в 6 ему надо было проснуться где-то в 4 30 заканчивая в 6 работу к автобусу и домой почти 2 часа в 8 приезжал покушал в 9 10 уснул в 4 30 встал опять и так всю жизнь и я подумал и до сих пор знаете как говорю богу спасибо за папу да он ничего не купил толкового но все деньги вложил в меня и в нас нас было семеро 7 детей некоторые из них в школу не доходили деньги брали в школу не доходили это мы обнаруживали позже и он не убил ни одного из нас я не знаю что бы я сделал у меня было 7 детей и некоторые в школу не доходят деньги забирают и тем больше живут тем больше начинают оценить папу что он делал ну ладно такой сентиментальный разговор это мой с папой своей а у вас свои не меньше не меньше поэтому много лет тому назад Бог мне сказал найти всех людей которые сыграли какую-то роль в жизни моей чтобы я был где я и сказать им спасибо к сожалению когда я начал делу хантер уже не был в живых я Ренни Кларку дал деньги на служение Бенихина некоторые из них они такие быстрые они раз чик забрали Родни Браун посеял всем я давал потому что я пришел к выводу я должен быть благодарным человеком и вот смотрите будьте дружелюбнее будьте благодарны не забывайте доброе что вам сделали во время порыва негативных эмоций и последнее предпоследнее слово Христово да вселяется на вас обильно читайте Библию когда вы закончили читайте когда вы закончили читайте после чего служили проповеди потом читайте потом слушали проповеди потом читайте потом слушали проповеди, пока не будет понятия обилно. И мне очень нравится 17 стих, 16. Научайте вразумлять друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, благодать воспевая Господь. Прославление имеет важнейшую роль в процессе одевать нового человека. Вы знаете, что музыка и пение одно из лучших методов, как обучать человека. Знаете, как я учил английский язык в самом начале? Мы так по-русски переводили, да? Голова, плечи, колено и палчики, но на английском языке. Поэтому если я забыл, как голова называется, я пел песню. И выучил очень быстро. Вы понимаете? Почему вы считали, что Советский Союз важная страна? Потому что вы пели Союз нерушимый. И когда вы это пели, важно союза. Еще добавить музыку к этому. Почему мы здесь поем песни об Иисусе? Половина вашего решения любит Бога не от моей проповеди, а от прославления, в которое вы участвовали. А я не участвую в прославлении. Вот поэтому эти дефекты в твоей жизни не уходят. Потому что есть некоторые научания, как здесь написано, вразумления, которые приходят чем? Псалмами, славословиями, пениями. Вот они должны кое-какую работу делать внутри тебя. Не все мы получаем через проповеди. Понимаете? Если я перечисляю, что я получаю в церкви, одно и самое главное, это вот это присутствие Божие, которое я ощущаю во время помазанного прославления. Оно не менее важное, чем самопроповедь. Что в новом завете печится, что в разуме, научая, вразумляя псалмами, песня, пениями, славословия, прославляя Бога, поя и воспевая в сердце ваших Господу. Одно из главных качеств для движения церкви – рост и здоровье. Это живое, помазанное, прославление. Где песни имеют слова правильные. Потому что песни наши дают определенный настрой и состояние, и настроение всей церкви. поэтому это важно. Когда мне епископ один сказал откажись от прославления, что вы что? Библия говорит научайте, вразумляйте псалмами, песня, пениями и так дальше. Я не избавлюсь, наоборот, хочу увеличить, чтобы она стала мощной, сильной. Я хочу сколько тут у нас инструментов в этих оркестрах, чтобы было 60, 120 в свое время. Когда было свое здание, чтобы когда загреметь, как написано в Библии, начнется прославление, весь святошин скажет, ой, началось, побежали в церкви. Конкурс для вас. Я бросаю конкурс. Мы находимся на святошино. Я хочу, чтобы на святошино мы вошли в каждый дом на святошино и сообщить им, что у них есть своя церковь в своем районе, называемая Перемога. В чем суть конкурса? Напишите оригинальный текст приглашения такой, чтобы они ощутили, что наша церковь, пойдем туда и передайте. И рассмотрим. Давайте мы все встанем. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу. Скажите со мной, я избран. Еще раз скажи, я избран. Скажи, я святой. Скажи, Бог возлюбил меня. Господь, я прощу Тебя, сегодня, когда каждый из нас в течение этой недели встречает разные ситуации в жизни, содействуй нам одевать нового человека. человека. Каждый раз, когда перед нами стоит случай выбора, чтобы мы выбрали одевать нового человека. И мы за это благодарим Тебя. Спасибо, что Ты создал его нового человека по Тебе. И мы принимаем решение одевать его во славу Твою. Во имя Иисус. Аминь.